Сегодня у нас первое собрание ноября. У нас будет причастие. И вот, как бы с какой неожиданной стороны, я предлагаю вам посмотреть сегодня на это служение, на причастие. Давайте откроем Евангелие от Луки, шестую главу. И прочитаем, ну, с первого стиха даже можно. В субботу, первую во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями. И ученики его срывали колосья и ели растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им, зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы? И Иисус сказал им в ответ, разве вы не читали, что сделал Давид, когда взолкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебопредложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников? И ел и дал бывшим с ним. И сказал им, сын человеческий есть господин и субботы. Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого была рука сухая. Книжники и фарисеи наблюдали за ним. Не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него? Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, встань и выступи на середину. И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, «Спрашу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасать души или губить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и заговорили между собой, чтобы им сделать с Иисусом. Вы знаете, очень интересно. Религиозность часто людей побуждает очень так подобострастно вести себя перед Богом и при этом пренебрегать людьми. Люди такое большое значение придаются каким-то обрядам, церковным ритуалам. А человек, что он тут встает? Ну-ка там встань, иди давай, встань подальше. Что ты тут мешаешь только? То есть, как бы к Богу с глубочайшим почтением, а к людям часто с великим пренебрежением. Так вот, когда Иисус пришел, он полностью разбивал эти модели. Он показал, что в дальнейшем его ученик Иоанн об этом писал, что любовь к Богу и любовь к ближнему, к соседу, к рядом стоящему человеку, все это взаимосвязано. Невозможно Бога любить, Бога чтить и унижать, пренебрегать ближним человеком. Вы знаете, вот я не знаю, почему в последнее время я постоянно натыкаюсь, как люди, такое ощущение, что мы вообще не думаем о ближних людях, о ближних. Мы думаем только о себе. Нам все равно, что чувствуют ближние, как они думают. Вот этот вот какой-то махровый эгоизм. И вот когда такой махровый эгоизм, сразу видно, что люди далеки от Бога. Хотя они могут быть внешне очень религиозными. И у нас в стране же говорят там по опросам, «Ой, большинство людей верующих». Но это все липовые цифры, потому что, когда мы смотрим на жизнь, мы видим, что в реальности большинство – это неверующие люди. И вот посмотрите, Иисус показал им, насколько вера связана с любовью к ближнему. А любовь – это забота, это переживание, это стремление что-то сделать хорошее для ближнего, а не просто чувство. Любовь проявляется в делах, в конкретных поступках. И вы посмотрите дальше, в этой шестой главе Нагорная проповедь идет. Текст немножко отличается от изложения Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея. Но вот в этом тексте я хотел бы вам показать 37 стих. Смотрите, Иисус говорит, «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш». То есть Бог – милосерд. «Не судите, и не судимы будете, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и прощены будете». И вот посмотрите, я еще раз обращаю ваше внимание на 36 стих. «Итак, будьте милосерды». Вот это греческое слово, которое у нас переводится «милосерды», означает «сострадательный», «отзывчивый», «милосердный». То есть Иисус говорит, «Будьте сострадательны, будьте отзывчивы, так, как отзывчив ваш Бог, так, как милосерд Отец ваш Небесный». Я не так давно читал текст Нагорные проповеди, и вот почему-то обратил внимание вот именно на этот 36 стих. «Будьте милосерды, как отец ваш милосерд». И, вы знаете, я вспомнил одну историю из Ветхого Завета, которая, мне кажется, очень ярко характеризует. «А как же милосерд наш Небесный Отец?» «А как же милосерд наш Бог?» И вот посмотрите, давайте откроем «Бытие», четвертую главу. Я бы очень хотел, чтобы мы с вами посмотрели на эту хорошо известную историю. Эта история даже известна тем, кто вообще Библию не читал. Слишком она знаменита. Так вот, посмотрим на эту хорошо известную историю как бы новым, свежим взглядом. Четвертая глава, книга «Бытие». Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь-овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и оттука их. «И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел». Вы знаете, вот есть много разных мнений в христианстве, почему Бог призрел на дар Авеля, а на дар Каина не призрел. Я много читал разных толкований, но мне ближе всего, мне кажется, это наиболее соответствует истине, то толкование, которое я в свое время прочитал у Мартина Лютера. Мартин Лютер отметил очень важную вещь в этом месте Писания. Он отметил, что Бог сначала призрел на Авеля, а потом на дар его. И точно так же он сначала не призрел на Каина, а потом уже не призрел на дар его. То есть мы-то думаем, что для Бога самые важные дела, а для Бога самые важные мотивы нашего сердца. Что нами руководит, что находится внутри нас. Бог смотрит сначала на сердце человека, а потом на то, что человек уже делает. Мы не знаем, что было в сердце у Каина, но что-то было там неправильное, иначе бы вся эта история не случилась с ним. Но что-то было не то в сердце у Каина. Мне кажется, что между братьями, особенно когда братья примерно похожего возраста, вообще между людьми, которые занимаются какой-то одной деятельностью, например, два бизнесмена, два друга бизнесмена, или еще там кто-то, да, между ними часто возникает конкуренция, которая порождает зависть. Зависть – один из самых страшных грехов. Очень интересно, что когда Бог дал народу израильскому 10 заповедей, то практически все заповеди были посвящены каким-то делам. Вот если мы откроем исход 20 главу, смотрите, 10 заповедей. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, да, чти день субботний, да, когда не будет у тебя других богов. То есть все это так или иначе связано с нашими делами, с нашими поступками. Но последняя, 10 заповедь связана не с делами, а с корнем того, что порождает плохие дела и плохие поступки. Отчего часто происходит? И убийство, и прелюбодеяние, и кражи, и ложное свидетельство. Смотрите, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Часто, смотрите, часто именно зависть является тем мотивом, который приводит к преступным деяниям. Убийство, кражи, прелюбодеяние, прочее, прочее, прочее. Поэтому и посмотрите, Бог и работает здесь прежде всего завистью, да. И вот именно зависть, скорее всего, была в сердце Каина. Он постоянно конкурировал со своим братом. И вот это вот нечистые вещи, да. Поэтому и жертва его, и служение его тоже оказалось неугодной Господу. И вот смотрите, мы читаем дальше. Пятый стих. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину. Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе. Но ты господствуй над ним. И вот мы видим, да, что да, это была именно зависть. Потому что эта зависть стала прорастать внутри у него все сильнее и сильнее. Мы видим, что лицо Каина поникло. Внутри он очень сильно огорчился, да. Чему огорчился? Ну то, что Бог благословил его брата. Бог благословил Авеля. И вот посмотрите, Бог его пытается остановить. И всякий раз, когда у нас внутри появляются какие-то плохие мотивы, плохие мысли, то самая главная борьба, она происходит именно в сфере мышления. Именно оттуда, изнутри, выходит все негативное, выходит все плохое, да. Иисус говорил, изнутри идет и убийство, и прелюбодеяние. Изнутри они рождаются, а потом уже проявляются в делах. И вот, смотрите, Бог пытается остановить Каина. Он говорит, обрати внимание на твое сердце. Почему ты огорчился? Почему твое лицо поникло, да? То есть Бог пытается обратить внимание. Дальше мы читаем восьмой стих. «И сказал Каин Авелю, брату своему, когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал, что ты сделал, голос крови брата твоего, вопиет ко мне от земли». И вот мы читаем, как произошло первое убийство в истории человечества. Это убийство произошло между родными людьми, между двумя братьями. Каин убивает Авеля. Я тут хочу отметить, что в то время жизнь людей была намного дольше. Мы читаем в Библии, они жили по несколько сот лет. И здоровье, естественно, было совершенно другое. То есть, чтобы убить человека, нужно было очень и очень постараться. Но вот Каин постарался и совершил убийство. Не просто убийство, родного человека, собственного брата. Бог пытался его остановить. Подумай, что внутри тебя происходит. Каин не обратил внимания. Каин продолжал делать то, что задумал. И он сделал это. И вот пролилась кровь. Мертвый Авель. Когда ты смотришь на человека, который осознанно совершил преступление, то внутри каждый раз что возникает? Жажда справедливости. Око за око, зуб за зуб, кровь за кровь. Если бы здесь Бог выступил как судья и моментально поразил смертью Каина, ни у кого бы вопросов не возникало. ни у кого. Потому что, ну, да, это, конечно, радикально, но это справедливо. Он же сам первым совершил преступление. Поэтому получил справедливое воздаяние. Сегодня в нашем обществе, в нашей стране много разговоров о том, что необходимо убрать мораторий на смертную казнь. Слышали, да, много разговоров? Особенно эти разговоры... Эти разговоры у нас всегда в обществе идут. Но особенно это все после убийства девятилетней девочки где-то в Саратове или в Самаре, я не помню. А? В Саранске? Ну, наверное, там где-то. Ну, в общем, где-то на Волге прошло это убийство, жестокое убийство девятилетней девочки. И заговорили об этом, что за такие ужасные преступления необходимо снова вернуть смертную казнь. Убрать мораторий на смертную казнь. Ну, потому что, когда узнаешь о жестоком убийстве маленького ребенка, то внутри... Думаешь, такой человек не должен жить. Такой человек не имеет права жить на этой земле. И мы видим постоянно, да, вот... Я помню, когда у меня была поездка, и я был в другой стране, но я периодически читал новости, то, что происходило в Екатеринбурге. И вот новость, которая долгое время у нас была почти что на всех новостных порталах, когда убили одну молодую женщину, она поехала продавать свой... свой автомобиль поехала продавать, и там ее специально подстерегли, ее убили жестоким образом, тело сбросили где-то в канализацию на Уралмаше, вот, и машину перепродали, да, читали, много об этом писали, много говорили, и довольно быстро этих преступников, три человека их удалось схватить, вот, там кто-то был мигрант, там кто-то был цыган, и как-то, знаете, вот читаешь вот эти истории, и там публиковали фотографии этих людей, как там их водят на суды, и ты думаешь, вот, что это за люди, которые ради вот этой машины, они даже ее и продали, это не скажут, что очень задорого. Там какая-то сумма была, скажем так, не очень, небольшая, но ради убили молодую женщину, у которой остался маленький ребенок, у которой там мама, она работала, она ребенка обеспечивала, она своей маме помогала. Вот эту женщину они просто убили ради куска железа, который они продали не так задорого, совершили убийство. И особенно, когда читаешь вот эти слова людей, которые там совершили это преступление, и внутри тебя все поднимается, думаешь, ну, вот за такое, кровь за кровь, необходимо, вот, кровь за кровь. А поскольку такие новости у нас постоянны, да, вот как-то, я не знаю, то ли какой-то сейчас плеск каких-то криминальных преступлений, то ли какое-то у кого-то осеннее обострение, не знаю, ну, чуть ли не каждый день, вот, когда я читаю новости Екатеринбурга, какие-то ужасающие преступления. То там какие-то молодые люди, там, не так далеко отсюда, вот, на Малышево, Малышево-Московское, чуть ли не по 200 летели ночью, врезались в машину, и там убило двоих парней молодых, и у каждого из них были маленькие дети. И потом этого человека там, ну, вы слышали эту всю историю, там пытаются как-то там анализы подмешивать или все, что-то такое. В общем, там целая вереница преступлений. Вот ты смотришь, вот, читаешь эти новости, смотришь на эти фотографии вот этих, этого водителя, который унесся с колоссальной скоростью и убил там двоих людей. У тебя внутри все кричит о возмездии, о справедливости. И ты начинаешь думать, ну, действительно, как-то должны, наверное, вернуть смертную казнь, потому что, ну, куда уж люди такое творят, люди такое совершают, как жить-то дальше? Не случайно даже это дошло до депутатов, и когда в Государственной Думе обсуждали тему, то они сделали опрос, на своем сайте Государственной Думы они сделали опрос, убрать ли мораторий на смертную казнь. Я вот смотрел этот опрос, и там проголосовало несколько десятков тысяч человек, вот, и 80% были за, за то, чтобы убрать мораторий, то есть вернуть, вернуть смертную казнь, потому что, ну, постоянно мы слышим о каких-то ужасающих преступлениях. И ты думаешь, ну да, что делать? И вот мы с вами прочитали про самое первое убийство в истории человечества. Каин убивает Авеля, брата своего. И вот мы видим, Бог к нему обращается. Где брат твой, Каин? Где брат твой? На что Каин отвечает, откуда я знаю? Что его, сторожить тут я нанялся? Не знаю. То есть видно, что у этого человека и какого-то сожаления нет. Убил, убил. И сейчас говорит, да не знаю, где он. Что я тут его сторожу? На что Бог ему отвечает, что ты сделал? Бога не обманешь. Суд можно обмануть, прокурора можно обмануть, но Бога не обманешь. Ему не нужны свидетели, ему не нужны доказательства, ему не нужны улики. Бог видит все. И Бог говорит, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Эта пролитая кровь, она вопиет. Кричит о возмездии. И возникает вопрос, и что же Бог сделал? На это самое первое убийство в истории человечества. Какое же свыше пришло наказание? И вот мы читаем одиннадцатый стих. «И ныне проклят ты от земли, говорит Бог Каину, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы твоей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». И вот смотрите, мы с удивлением читаем. Бог не поражает его тут же на месте. Бог говорит, да, теперь ты проклят от земли. И когда ты будешь возделывать хлеб, она не станет более давать силы свои для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Видите, Бог говорит ему, теперь земля не будет давать тебе силы. Ты не сможешь собирать хороший урожай. А я хочу напомнить, кем трудился Каин? земледельцем. Авель был скотоводом, а Каин был земледельцем. И вот Бог словно предупреждает его и говорит, больше тебе не нужно заниматься земледелием. Ты уже больше никогда не будешь в этом успешен. тебе нужно сменить род деятельности. Бог не только его не поразил тут же, а Бог его предупреждает, чтобы он сменил род деятельности. Скажешь, зачем Бог-то его предупреждает? Ну пускай вот он пашет, сеет, а весь его урожай то саранча уничтожит, то там солнце попалит. Чтобы у него постоянно был урожай, не урожай за неурожаем, не урожай за неурожаем. Всем бы было понятно. Это как Сизифа в труд. Катишь камень, а он обратно. Катишь камень. Вот и пускай он так. Сеет, ничего не взойдет. Сеет, ничего не взойдет. Сеет, а земля не дает ему никакой силы. А Бог ему говорит, ты не сможешь более заниматься земледелием. Все. Тебе нужно поменять свою деятельность. 13 стих. И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Всегда для любого преступника кажется наказание слишком большим. Хотя, когда ты читаешь это, я думаю, не один я только, когда читал впервые эту историю, думал, ничего себе. Наказание больше. Ты убил человека. Ты убил своего родного брата. И тут ты еще возмущаешься, что слишком большое наказание, тебе нужно менять свою профессию. Это слишком большое для тебя наказание. Вот обнагрел Каин. Дальше Каин говорит, вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником, и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемиро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. То есть, посмотрите, Бог дает даже Каину защиту определенную, чтобы никто с ним не поступил, так как он поступил со своим братом. Что-то было на нем, какая-то вот такая печать на нем, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. В христианской традиции, я думаю, слышали многие, что есть в христианской традиции вот такое толкование этой истории, что у Каина Бог сделал такое страшное, искаженное лицо. Поэтому люди даже к нему боялись приблизиться, убегали от него. Такое страшное лицо, что люди к нему даже приблизиться не могли. Поэтому он таким образом был безопасен. Но я не знаю, это, конечно, такой традиционный в христианстве миф существует, но мне кажется, что следующие стихи как-то противоречат этому толкованию такому. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нот на восток от Едема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Еноха». И вот посмотрите, мы видим, что Каин стал скитальцем, Каин не смог продолжать заниматься земледелием, однако его смогла полюбить женщина, которая стала его женой. То есть он был, если даже искаженный, то не настолько уродливый, чтобы к нему вообще никто не приблизился. У него была жена, которая его полюбила, и не только полюбила, зачала от него. И у них родился ребенок. Мы видим в Библии, что дети – это благословение. У них родился ребенок, и его назвали Енох. Енох в переводе «посвященный». И Каин поменял свою профессию, и земледельца он кем стал? Строителем. Он построил город и назвал город по имени сына своего. И вот вы знаете, когда читаешь эту историю, то постоянно ловишь себя на мысли, насколько милосердно отнесся Бог к самому первому убийце в истории человечества, насколько милосердно Господь отнесся к Каину. Он его не поразил, он его не убил. Да, он лишил его профессии. Он сказал, все, ты проклятый, теперь, что бы ты ни садил, у тебя ничего доброго не вырастет. Урожаев больше можешь не ждать. Извини, Каин, тебе придется сменить профессию. Я, конечно, понимаю, что очень часто для людей это большая проблема – сменить профессию. Когда нам нужно менять профессию, да, много приходится в жизни. Да, это сложно, это трудно. Ну уж не такое, это и великое наказание. Более того, когда Каин сказал, а что теперь делать, теперь кто меня встретит, меня же убьет, я же теперь, одно дело, я тут живу, да, я живу в своем месте, где меня все знают, где моя родня, а я побегу куда-то в другие земли, где буду чужаком, а чужака легко смогут убить. Ты думаешь, Бог вообще должен ему сказать, сам убиваешь и еще боишься, что тебя убьют, что посеешь, что и пожнешь, Каин. Но интересно, что Бог и тут ему помогает, чтобы его никто не убил случайно, да, помогает ему. И даже более того, когда он переселился на новое место, то у него там была благословенная, в чем-то и семейная жизнь. Мы видим, что у него и жена, мы видим, что у него ребенок рождается, называют Енохом, Каин меняет свою деятельность, становится строителем. Но знаете, что интересно, вот зачастую именно милосердное отношение как ничто другое влияет на жизнь человека. Даже вот сегодня вы слышали историю, когда мы молились за нужды, то брат рассказывал, как они с друзьями совершили преступление, и там должен был быть срок, и все, и все, и как милостивое наказание, когда дали условно, а потом и этот срок тоже сняли, по амнистии. Как это повлияло на человека? Ведь мы отлично понимаем, что та же самая тюрьма, она, ну, если и меняет, то, прямо скажем, не в лучшую сторону. А вот это потрясение, когда вот милость была проявлена после злодеяния, насколько это повлияло, что человеку захотелось пойти в церковь. То есть, как будто это изнутри стало пробуждать какие-то самые хорошие, самые добрые качества. И что интересно, мы видим, что точно так же ведет себя Господь. Да, есть наказание, но оно кажется несоизмеримым с тем преступлением ужасным, которое тот же Каин совершил. Однако, вот посмотрите, насколько это повлияло на самого Каина, насколько это повлияло на его жизнь. Каин не просто стал строителем, а он построил целый город. В древнем мире города это были своеобразные убежища. Это не как сейчас, что в городах ужас происходит, там разврат, там обманы. В то время, наоборот, города это были местом защиты. Когда путники шли, то их могли легко ограбить, там, когда они останавливаются на ночевку. Поэтому они все стремились ночевать именно в городе. На ночь в городе закрывали ворота, и люди чувствовали определенную безопасность, люди чувствовали определенную защиту. То есть, посмотрите, забота Бога о Каине привела к тому, что и сам Каин в дальнейшей своей жизни стал заниматься тем, что заботился о тех, кто сам мог оказаться в опасности. И он построил город. Вот это милосердное, божественное отношение поменяло его жизнь, поменяло его мышление, полностью его изменило. Теперь, послушайте, очень интересная вещь. Кто написал пятикнижие? Моисей. То есть, эту историю, которую мы с вами читали, написал Моисей. Моисей. Кому он написал? Конечно же, он написал это для всех. Мы знаем, что все Писание Богодухновенно. Но я не думаю, что Моисей до конца это все осознавал, потому что, когда он писал, он же писал для своего поколения, для людей, которые его окружали. Что же это было за поколение Моисея? Было ли это поколение, которое во всем всегда было послушно Богу? А? Нет. Это было поколение, которое как раз нарушало Божье Слово. И когда Бог хотел вести народ израильский в обетованную землю, то большинством голосов все поколение Моисея проголосовало, чтобы не идти в обетованную землю, не идти в Ханаан, потому что там Гергисея, Ивусея, Хитея, там огромные народы, которые нас растопчут, они больше поверили какой-то земной информации, чем Слову Божьему. И поэтому не вошли в обетованную землю. И Библия говорит, что они не вошли в обетованную землю и 40 лет скитались по пустыне. И по сути, вот смотрите, Бог говорит народу, идите туда и эту землю, эту страну обетованную я даю вам, там течет молоко и мед, там я вас буду благословлять. Люди подошли к границе обетованной земли, посмотрели и сказали, нет, Господь, извини, не пойдет, что-то мы не слишком верим, что нам там будет хорошо, что ты нас будешь благословлять, нам кажется, что там нас могут и убить даже. Поэтому, куда ты нам повелеваешь, мы не пойдем, мы разворачиваемся и будем идти, куда хотим. Что Бог, по идее, должен был сделать? Я для вас приготовил обетованную землю, я приготовил молоко и мед, вы отказывайтесь идти, вы возвращаетесь в пустыню, ну и идите в пустыню, ну и скитайтесь там, живите в пустыне, кушайте колючки там, все, а я тут подожду, чтобы пришли другие, кто поверит мне, что поймет, что Божье Слово важнее, чем все наши человеческие прогнозы. Поэтому, ладно, сами виноваты. Вопрос, кто из нас бы в этом осудил Господа? Нет, Бог предложил, люди отказались, не хотите, как хотите. было бы предложено, не приняли, ну и гудбай, все, живите, как вы считаете нужным. Но посмотрите, в книге Неемии, в 9 главе, смотрите, человек Божий пишет, 9 глава, 21 стих, я лишь один короткий стих прочитаю, Неемия 9, 21. Вот обращается человек Божий к Господу, вспоминая эту историю. И такие слова говорит, 40 лет Ты, Господь, питал их в пустыне, они ни в чем не терпели недостатка, одежды их не ветшали, и ноги их не пухли. Бог не остался на границе обетованной земли ждать новое поколение, которое бы ему поверило. Он не просто говорит, ну ладно, идите, не хотите в меня верить, не хотите верить моему слову, ну живите как хотите, ваше дело. Бог продолжил помогать им в течение этих 40 лет там в пустыне. И Бог там в пустыне продолжил их благословлять, хотя они не поверили Его слову, они не пошли в обетованную землю, но Он помогал им. И написано, они ни в чем не терпели недостатка, одежды их не ветшали, ноги их не пухли, одежды не ветшались 40 лет. Кто-нибудь из вас носил 40 лет одну и ту же одежду? Да, даже Валера не носил. Никто. То есть ходить в одежде 40 лет и все как новенькое, это чудо. Ноги их не пухли, то есть от постоянного путешествия 40-летнего по пустыне. Люди, у которых часто их профессия связана с постоянными передвижениями, надо ноги беречь. А тут ноги были здоровыми, одежды не превратились в тлен, неприятности особых у них не случалось. Бог продолжил заботиться о них, даже когда они не поверили Его Слову и не пошли туда, куда Он их призывал. Когда драгоценные читаешь об этом, ты понимаешь, насколько это великое Божье милосердие. И не случайно именно своему поколению Моисей писал всю эту историю человечества, начиная от Эдемского осада, от истории Каина и Авеля, показывая им, насколько милосерд Господь, насколько велик Бог. Да, мы часто не делаем того, что Он нам повелевает, но Он все равно старается о нас заботиться. Именно об этом говорил Иисус Христос, когда Он говорил, смотрите, Отец ваш, Он посылает дождь и на праведных, и на неправедных. Солнце восходит и над праведниками, и над грешниками. Правда же? Я бы, честно говоря, был бы не против, если бы солнце всходило только над праведниками. Вы представляете, да? Просыпается Екатеринбург, члены церкви Новая жизнь открывают шторы, смотрят в окно солнце, радость, грешники открывают окно, тьма, ветер, снежище падает, да? Мы идем, нас птички поют, цветочки растут, они, грешники идут, у них грязь, лужи, да? Ну, типичная картина Екатеринбурга в осенний период. Вот. И ты думаешь, ну, правильно, я же верующий человек, я Божий друг, я Божье дитя, Бог меня благословляет, а ты нет, ты грешник окаянный, вот и мучайся, все справедливо, да? А Бог благословляет всех, Бог посылает свой дождь каждому, солнце восходит над каждым, и поэтому Иисус говорит, будьте милосердны, как милосерд, Отец Ваш Небесный. А в Евангелии от Матфея то же самое, он передано несколько иными словами. Кто помнит, как в Евангелии от Матфея сказано? Да, правильно, Миша, правильно вспомнил. Будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный. То есть, вы понимаете, милосердие это синоним совершенства. Без милосердия человек не может быть совершенным. Никто не может, потому что милость является неотъемлемой качеством милосердия. И вот, смотрите, Иисус говорит своим последователям, будьте милосердны, как милосерд Отец Ваш Небесный. Сколько раз мы в своей жизни встречаем людей, которые к нам плохо относятся, или что-нибудь делают против нас. И у нас внутри поднимается гнев. Все внутри нас взывает к справедливости, к справедливому возмездию, к наказанию. И это по-человечески понятно. Но чем отличается церковь, чем отличаются христиане? В нас есть то, что неестественно совсем для мира. Для мира естественно око за око, зуб за зуб. Справедливый суд, который восстанавливает справедливость. Для нас это естественно. Иисус говорит милость превозносится над судом. Иисус показал, что мы, люди Божьи, призваны жить в ином измерении. И это не измерение человеческой справедливости, в котором нет ничего плохого. Но это все человеческое. Это какой-то более высокий путь. И именно так мы должны и мы призваны относиться к окружающим. И поэтому часто, когда мы сталкиваемся с несправедливостью, внутри нас словно происходит борьба. С одной стороны человеческое негодование. Как же так? Преступник должен получить по заслугам. А с другой стороны Дух Христов, который вызывает к милости, взывает к милосердию, взывает справедливости. Вы знаете, я в своей жизни много раз убедился, когда я отношусь к людям по справедливости, у них не возникает вопросов, но это их не сильно трогает. Когда же я часто отношусь милостью, благословением на проклятие, молитвой на гонение, добром на зло, в этом есть что-то высшее, выше, чем просто человеческая справедливость, выше, чем просто желание отомстить, в этом есть что-то небесное. И вы знаете, если мы пребываем в общении с Богом, то вот этих небесных качеств, милосердия в нас становится все больше и больше, это как плод, который зреет и зреет, зреет и зреет. У нас сегодня с вами причастие, и все причастие, в принципе, это еще раз напоминание о милости Божьей, напоминание о том, что за наши грехи, за наши преступления мы должны были страдать, мы должны быть наказаны, но Иисус взошел на Голговский крест, потому что Он милостивый Бог, Он взял на Себя наши грехи, потому что Он милостивый, Он страдал за нас, потому что Он милостивый, Его там до этого били плечью и издевались над Ним, одели на Нем терновый венец, почему? Ради нас Он страдал, потому что Он милостивый, и там на Голговском кресте, когда люди, которым Он помогал, исцелял, благословлял, кричали Ему в ответ, другим помогал, себе помоги, и уверуем в Тебя, а Он, обращаясь к Небесному Отцу, молился, Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Это были слова абсолютной, божественной милости. Вся Личность Христа, Его жизнь, Его служение, Его смерть, Его воскресение, Его вознесение, все это говорит об одном, о великой милости. И именно поэтому мы с вами такие разные. У нас разный возраст, разный пол, разное образование, разное прошлое, но всех нас объединяет одно, нас что-то пленяет в личности Иисуса Христа, что мы такие разные приходим, чтобы читать вот эту древнюю книгу, Евангелие, где рассказывается о жизни и служении и смерти и воскресении Иисуса Христа. Что нас так сильно к этому притягивает? Почему мы не просто этим как бы интересуемся, но мы ходим сюда? Почему мы пребываем в этом? Потому что милость, которую мы увидели в Иисусе Христе, нас таких разных пленила, потому что это то, к чему тянется каждый человек, к милости, к милосердию. Что-то есть в милости, что притягивает сильнее, чем магнит. В милости, казалось бы, что такое в этом? Даже как-то немножко на слабость похоже, но в милости есть такая сила, которая способна изменить намного мощнее, намного сильнее, чем любое наказание. И вот вы знаете, я когда перечитывал не так давно эту историю про Каина и Авеля, я вдруг обратил внимание, как Бог милосердно к Каину отнесся. Хотя Каин совершил такую ужасную вещь, но Бог отнесся к нему милосердно, и это повлияло на Каина. Я смотрю часто на свою жизнь, на окружающих меня близких людей, мою семью, детей, супругу, друзей, знакомых. Я часто обращаю внимание, что они, не делая ничего подобного тому, что сделал Каин, с моей стороны часто встречают намного более суровое отношение. Мы часто не милостивы к самым близким людям. Мы готовы ругаться, готовы отчитывать своих детей за какие-то маленькие шалости, маленькие проступки, как будто мы забываем, какими мы были сами в их возрасте. У нас недавно в гостях была моя мама, и сейчас нашему сыну 6 лет, и он, знаете, он такой, когда у нас было 3 дочки только в семье, мы думали, что мы знаем о детях все, но когда родился этот, мы поняли, что у нас просто было время благодати, пока он не пришел к нашим, в нашу жизнь, когда пришел один сын стоит, по активности кучу дочерей стоит, понимаешь, вот, когда этот сын во многом нас заставил пересмотреть отношения вообще к воспитанию детей, ко всему, да, раньше обычно мы встречаемся, когда у нас три дочки, а у нас, ну, вы знаете, наших дочерей, когда они были особенно маленькие, они такие все образцово-показательные, сядешь, скажешь, они сядут, скажешь, они встанут, скажешь, они пойдут, книжку читают, все, к нам приходили гости, говорили, а где ваши дети? Они говорят, они играют перед сном, потом лягут спать, они говорили, как такое может быть, и когда там, к нам приходили какие-то другие дети, и наши дети так играют, и слушается все с первого слова нашей дочки, а у других дети там что-то не слушается папу и маму, все переворачивает, Мы с женой смотрели на чужих детей и молча говорили, воспитывать надо детей-то своих, как-то надо заниматься с ними, что ли. Вот смотрите, вот у нас дочки, видно, что воспитанные, видно, что родители занимаются с ними, добрые светлые книжки читают им перед сном, как-то их не бросают на самотек, занимаются. И вам как бы надо тоже как-то задуматься об этом. Сегодня, когда к нам приходят какие-то дети в гости, и наш сын ведет ужаснее всех, все переворачивает, все там ломает, ему говоришь, он вообще этого не слушает. Я смотрю, другие родители смотрят на нас и молчаливо так, как бы, надо воспитывать вашего как-то сыночка, как-то вот, он хуже всех, кто-то ведет. Мы говорим, да, у нас три дочери еще, они вообще, то есть это от нас не зависит, мы все, мы тоже ему книжки читаем перед сном, как и всем, не знаю, откуда такое, да. И вот тут как-то к нам мама моя приехала, и она говорит, ой, как сын, говорит, на тебя похож, она говорит, да. Я говорю, да, мам, ну, конечно, внешне он, ну, понятно, на меня похож, говорю, ну, я вот помню, я вот в таком возрасте такой был, такой был какой-то вот молчаливый, я вот на все смотрел. А я тут, говорю, носится как сумасшедший, она говорит, смысл, ты точно такой же был у этого, такой, мы тебя только и успевали отовсюду доставать. А я-то в своем воспоминании вот такой ходил, вот такой, да, мамочка, сейчас приду домой, сейчас, вот, понимаешь, то есть ты себя воспринимаешь так, а оказывается, это все было немножко не так, да. И когда мне мама это сказала, как-то я по-другому на своего сына посмотрел, думаю, как-то с ним надо подобрее, что ли, себя вести, как-то как-то с ним, он же не виноват, он же просто мальчик, активный, растет сынок. Вот, вот, и сразу вспоминаешь вот эти все эти песенки из Буратино, если у меня теперь сынок, я буду с ним не очень строго, да, вот, вот эти все эти песни вспоминаешь, да. Вот, вот, и, и, вот, мы как будто забываем самого себя, нам-то кажется, какими мы были чудесными детьми, а у нас просто вот зашел, ну, хорошо, что есть два родителя у ребенка, да, поэтому можно говорить, знаешь что, ну, это вот, говорю я жене, ну, говорю, в твою родню пошел, потому что у нас таких вот не было, вот, у нас все такие были, вот, отличники, говорю, а это кто? Это кто-то из твоих, говорю, да, она тоже самое думает про меня, ну, вот, 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 и мы когда на это смотрим, вот, и вы знаете, и вот бывают мы такими, такими, такие нетерпимые, такие раздражительные с нашими детьми, и мы, может быть, забываем, что ничто иное, как милость, может повлиять на наших детей, потому что я, вот, помню, что мои родители были ко мне очень добрыми, я-то думал, потому что я был образцово-показательным, а оказалось это потому, что они просто были добрыми, вот, а я себя немножко неадекватно оценивал в то время, как, я думаю, и мой, и мой сын, но их, понимаете, их любовь ко мне повлияла, что я, мне кажется, нормальным человеком вырос, понимаете? И точно так же, когда я смотрю на моего сына, я понимаю, что никакими наказаниями, никакими, там, вот, руганью я не смогу добиться того, что я смогу добиться любовью и милосердием, потому что вы подумайте, каждый из нас, у каждого из нас есть какие-то вещи в прошлом, за которые нам очень и очень стыдно. И у нас есть немало вещей, за которые мы вообще не были наказаны, правда же? Но интересно, что милость, которую мы пережили в своей жизни, часто нас, на нас влияет намного сильнее, чем любое самое строгое наказание. Поэтому, когда мы живем среди людей, вы знаете, вот, среди проповедников, очень многие критикуют и ругают друг друга. Есть некоторые проповедники, как не включишь YouTube, они все время кого-нибудь критикуют, вот вообще. И это очень интересно, потому что наша плоть, она любит критику, наша плоть любит негатив, и мы любим вот какие-то ссоры, разборки. Этот проповедник про этого сказал, а этот про этого сказал, а этот про этого сказал. У нас в офисе знают, что у меня отличные отношения со многими проповедниками, которые друг друга вообще не выносят. Почему? Да просто потому, что если я хочу проявлять строгость, есть у меня объект для этого, это я сам. Когда я вижу других людей, в том числе проповедников, в том числе служителей, я стараюсь как-то всегда понять их. Ну вот, наверное, он поступил так, потому что вот... И я отлично понимаю, что именно милосердное отношение к людям является божественным отношением. И именно через милосердие можно оказывать удивительное влияние на жизни друг друга. Вокруг нас много людей. Кто-то нам сильней докучает, кто-то нам больше приносит неприятности. Чьи-то недостатки порой негативно отражаются на нашей жизни. И внутри так часто хочется вот возмездия, справедливости. Наша человеческая плоть взывает справедливости и к милосердию. Но помимо этого, в каждом из нас есть вот этот божественный голос, говорящий о милосердии. Будьте милосердны, как милосердь Отец ваш Небесный. И каждый раз, когда мы прислушиваемся к этому голосу и не идем на поводу у нашей негодующей плоти, мы ощущаем, что в своей жизни воплощаем характер нашего Господа Иисуса Христа, который являл милость даже к тем, кому, по нашему мнению, ее являть было не нужно. Но Он влиял милостью. И поэтому оказал такое влияние на историю всего мира и всего человечества. Через что? Через милосердие и через любовь. И Он и нас призывает следовать этим качествам, руководствоваться этими качествами. Милость и любовь. Будьте милосердны. И каждый раз, когда мы вкушаем причастие, важно помнить, мы это делаем только потому, что Он наш Бог, Бог, которому мы служим, о Котором мы проповедуем, великий и многомилостивый. И только благодаря многомилости нашего Господа мы можем участвовать в причастии, радоваться спасению и благодарить Его за дар вечной жизни. Но одно дело благодарить и радоваться, а другое дело самому уподобляться Иисусу и вести, как Он, в отношении других людей. Многие верующие останавливаются просто на благодарности. Но Бог хочет, чтобы мы не просто были благодарны тому, что Он сделал, но сами уподоблялись Ему, делали Божьи дела в отношении наших обидчиков, наших врагов. Это Евангелие Иисуса Христа. Давайте закроем глаза и склоним головы. Я хочу, чтобы сейчас вы подумали о людях, с кем у вас наиболее сложные сейчас отношения. Может быть, на работе, может быть, среди родственников, может быть, какие-то соседи по подъезду, по дому. Люди, с которыми именно сейчас, в этот период жизни, у вас сложнее всего ваши отношения. Люди, которые, может быть, зло делают в ваш адрес, может быть, какой-то негатив говорят. Просто подумайте об этих людях, которые гонят вас, которые проклинают вас, которые ненавидят вас. И давайте вспомним, как в Нагорной проповеди Иисус учил относиться к таким людям, к людям, которые хуже всего к нам относятся, больше всего причиняют нам неприятности. Так вот, хотя все внутри нас взывает о возмездии, о воздаянии, Иисус учил любить ненавидящих нас, Иисус учил благословлять проклинающих нас, Иисус учил Иисус учил молиться молиться за обижающих нас, потому что только так мы уподобляемся нашему небесному Отцу, который милосерд. и сейчас вспоминая лица людей, которые причиняют тебе неприятности, не любят тебя, ненавидят, сплетничают, проклинают, гонят, давайте будем молиться за этих людей, молиться с любовью, молиться с сердцем полным милости, благословлять их, потому что нету ничего сильнее, чем божественное милосердие. Это удивительное оружие любви, которое Бог нам дал. Из этого оружия любви уничтожается ненависть, злоба, конфликты, ссоры, негатив. Бог нам дал это милосердие, чтобы мы использовали употребляли, уподобляясь небесному Отцу. Всемогущий Господь, мы молимся сейчас за наших обидчиков. Мы молимся, Господь, и благословляем ненавидящих нас, проклинающих нас, гонящих нас, Господь, во имя Иисуса Христа. Учи нас в этом несовершенном мире быть совершенными, как совершен Отец наш небесный. Учи нас, Господь, в этом жестоком мире быть милосердными, как милосерд Отец наш небесный. учи нас, Господь, прощать обидчиков. Может быть, Боже, кому-то здесь нужно простить родителей, кому-то нужно простить родных, простить своих бывших друзей, простить сослуживцев на работе, простить соседей по дому. Я молю, мой Бог, дай нам силы. Ты не допускаешь испытаний сверх сил. Мы никогда не встречаемся в жизни с такой ненавистью и злобой, которую бы не могли бы победить любовью Божьей. Все, с чем мы сталкиваемся, мы сможем преодолеть с Твоей помощью. Помоги нам, Господь, любить даже тех, кто нас не любит, благословлять даже тех, кто нам делает плохо по имени Иисуса Христа. Я молю Тебя, Господь, чтобы мы были настоящей церковью, не просто религиозной организацией, которая называет себя христианской, а телом Иисуса Христа, которое соединено с умом Христом, которое получает команды от Иисуса Христа и поступает, как Он ведет себя в этом мире, так как Иисус поступил бы на нашем месте. наполни нас, Господь, милостью, наполни нас любовью, наполни нас Твоим прощением во имя Иисуса Христа. Благослови Иисус, благослови Иисус, благослови Иисус, Благослови Благослови Господь людей вокруг нас. С Твоей помощью мы можем любить, Бог, даже тех, кто враждует с нами, потому что сила любви могущественнее, чем сила ненависти. Сила благословения могущественнее, чем сила проклятия. Сила молитвы могущественнее, чем любые притеснения. И Ты даешь нам самое великое, самое сильное на земле благословение, молитву, любовь. Я молю, мой Бог, чтобы мы были милосердными, Господь, потому что только милосердием мы можем повлиять на окружающих, так, как ничем иным повлиять уже не сможем. Только милосердие Господь сможет преобразовать, изменять в имя Иисуса Христа. Благослови, Господь. спасибо Тебе, что Ты Сам был так милостив к нам, простил наши грехи, принял нас в свою семью, возродил нас Словом Божьим, сделал нас Твоими детьми, Твоими сынами и дочерями. Спасибо Тебе, Иисус, за Твою милость, за Твою любовь. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарим Тебя, Иисус. Учи нас поступать в этом мире так, как Ты поступал. Учи нас относиться к окружающим так, как Ты относился. Учи нас, Господь, не воздавать злом на зло. Учи нас, Господь, побеждать зло добром, побеждать ненависть любовью. В этом мире и так много зла, много ненависти. Но мы не от мира сего. Мы призваны нести божественную атмосферу. Мы призваны, чтобы церковь была оазисом любви, местом благодати, этим городом-убежищем, где люди могли бы чувствовать защиту, потому что здесь царствует любовь, любовь к Богу и друг к другу. Благослови, Иисус. Возьми руку ближнего. Господь, и мы молимся друг за друга, чтобы наши отношения в церкви были настоящими, были семейными, были любящими, Господь. если есть какая-то обида между братьями и сестрами, исцели нас от обиды, исцели нас от негатива, исцели нас, меняя нас, Господь, во имя Иисуса Христа. Благослови, Иисус. очищай наши души и сердца, чтобы в церкви была свобода, была легкость, была радость, был мир, Господь. Благослови, мой Бог, чтобы каждый приходящий сюда чувствовал, что Он дома, потому что дом там, где любовь, в окружении любви мы чувствуем себя на своем месте. Я молю, мой Бог, чтобы мы были местом любви, местом милосердия, местом благодати, местом жизни. Благослови, Иисус. 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон»